Девочка-пай Здравствуйте, друзья! Сегодня пришел и заметил, что здесь есть капли воды. Не то, что капли, вот здесь матрас чуть-чуть влажный. На этой доске были чуть-чуть. Но я так думаю, она вот отсюда где-то капает по стенке. И я это никак не мог раньше увидеть, когда покупал лодку. Потому что дождей не было. Вроде все сухо. Ну, я подозреваю, это все зависит от этих леерной стойки. Видите, здесь как она держится прямо в отверстии. В корпус входит. Вот, там дальше такая же. И надо вот с этим что-то сделать. Можно попробовать сейчас почистить, хорошо бензином пройтись. И на силикон посадить. А на других они идут, видите, да, как? Вот здесь. На борту болтами. Там проще. А вот здесь, если кто даст хороший совет, буду очень благодарен. А так пока сделаю на силикон. Заполню отверстие. Ну, или намажу. И вставлю его вот. Еще так думаю, что будет лучше, если вот сюда что-нибудь забить в отверстие. Чтобы здесь отверстия не было. А как пробка, чтобы вода туда не заходила. Вода оттуда может проходить только по окружности здесь. Между стенкой трубки. И в этом, да, отверстие. Или же, ну, здесь не так много должно быть капельки, если пойдут. Смотрите, как на этом они держатся. Тоже на болтах, да? Потом, ну, я здесь вокруг столько лодок. Не вижу еще у кого он в борт входит. Вот, он на том тоже, он не в борт входит, а, видите, да, вот здесь. Крепление на болтах. И туда трубка входит. Вставка специальная. А у меня он в борт входит. Надо с этим что-то придумать. Сейчас пока попробую здесь. Вот, отвертку взял, салфетку бумажную взял. Сейчас я вот так увеличу. Видно, да, здесь? Пока так, пока на паузу. Потому что я один не могу и камеру держать, и силиконом мазать, чистить. Эту стойку уже установил. Намазал, закрутил. И вот там еще две снял. Вот. Где он? Вот один. Вот второй. Почистил. Бензином прошелся. Правда, ну, в принципе, неплохо так чистится. По краям есть еще ржавчина. Посмотрим, как получится. По этой стороне еще один остался. И посмотрим. Но есть еще такой момент. Я так думаю, что может и отсюда, и через окна еще идет. Надо кого-нибудь попросить, чтобы взял. Вон там вода есть у меня. Шлангом пролил сверху. И внутри посмотреть. Короче, сейчас намажу этим силиконом. И обратно вставлю эти два. Так что, опять на паузу. Так как некому снимать императора у меня нету. Оператора. Так что, погнали. Ну и все. Сделал вот эти три. Раз. Второй. И третий. Остался один с этой стороны. И еще здесь четыре. Вот по этому краю. Так что, посмотрим, что, как. Ну. При хорошем раскладе много, что можно еще сделать. Вот этот деревяшку. Ну, ручку, которую можно держать. Да, этот. Его можно снять. На силикон поставить. Окна сосиликонить. Если там вообще их почистить или помыть. Или полирнуть. Короче, работы есть. Кто хочет работать. Но сегодня желаний нет. Когда погода будет лучше. Видите, да? Какое небо у нас. Небо затянуто. С серыми тучами. Ну, кто-то кайфует, тем не менее. Вон, смотрите туда. Видите, да? Парусники. Вот еще один. Вот еще два. Такие дела. На сегодня все. Не знаю, зарядка у меня 5% осталось. Вот эту лодку продает хозяин. Говорит, 12 тысяч хочет. Это парусная яхта. И 26 футов. 12 тысяч фунтов. Это если перевести сейчас. Сколько? 85 рублей стоит фунт. Ну, такая, да, она. Киль не такой высокий. Зато сплошно киль. Две тонны, говорит, киль. В общем, яхта весит 5 тонн. И, ну, такая, да, уже подготовленная к сезону. Говорит, хочет гоночный взять, маленький, чтобы на гонках участвовать. Такой. Если они грязные, был бы, залез бы, показал бы, да, там, спросил бы хозяина. Но, к сожалению, не получилось. Вернее, неудобно было. И у него система, смотрите, как вставляется специально этот из стойка. Ну, в отличие от этих, крэндл называется, да, я не знаю, как стойки какие-то. Вот такая лодка, 26 футов. Румпельные. Этот. 12 тысяч. Это где-то миллион рублей, да. За один миллион хочет продать. Вот такие дела. Зарядка умирает. Красить завтра, наверное, буду, если я всё успею. Или же пока грунтовки. Вот это осмос пока сниму. Как меня она напрягает, это жесть. Видите, да, сколько осмоса. Всё осмос. Надо дырмашинку маленькую взять. И всё почистить. Но, в любом случае, завтра вот до сюда попробую покрасить. До ватерлинии. Лерные стойки мы поставили на силикон. Закрепили. Надеюсь, теперь вода капать внутрь не будет. На этом всё. В следующем видео мы подготовим лодку к покраске антифоллинга. Ну, вот эту нижнюю часть в отстреллении. И пойдём на воду. На этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.